Это программа День с Толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Теперь только история. В Барнауле приступили к демонтажу здания речного вокзала. Опасные игры. Почему зеленая зона в Барнауле может быть опасна для жизни и здоровья детей? Где-то крепления присутствуют, где-то крепления уже вырваны. Когда парковочные карманы бьют по карману, кому помешали полосы для общественного транспорта на Ленинском? Демонтаж здания речного вокзала начали в Барнауле. Сейчас строение лишили оконных блоков и витражных конструкций. Остался лишь каркас, а уже к концу этой недели приступят к полному сносу здания. Затем к возведению на этом месте небоскребов. Анара Шагирова продолжит тему. Из здания речного вокзала рабочие выносят оставшуюся мебель. А эта стена пустует, хотя раньше здесь размещалась самая большая в СССР флорентийская мозаика. К слову, труд колыванских камнерезов не оставили на произвол судьбы, а передали на хранение в Краевой художественный музей. Остальные детали, некогда украшавшие здание речного, пока отправят на склады. Например, эти буквы. Мы готовимся к приезду тяжелой техники для того, чтобы приступить к разбору железобетонных конструкций здания. Сначала будет разобрано здание старого речного вокзала, где располагались кассы. Затем часть здания, в котором располагался ресторан и склад. Такими этапами мы планируем демонтировать данный здание. На участке, что принадлежит специализированному застройщику Вискию, создадут новый жилищный комплекс высотой в 150 метров. Это больше 40 этажей. Аналогов таким небоскребам нет во всей Сибири. Две башни объединят стилобат с офисами, детскими и спортивными площадками. Рядом встанет многоэтажный бизнес-центр с частным детским садом и фитнес-клубом. А уже построенный участок набережной получит продолжение вдоль нового жилого комплекса. Готовы выслушать все вопросы, которые волнуют граждан, уделить им большое внимание для того, чтобы либо исправлять, либо корректировать. Нам очень важно мнение граждан города. Поэтому мы нацелены на диалог и на реализацию, не побоюсь этого слова, одного из шикарнейших проектов. Для нового проекта территорию расчистят уже к Юлю. Застройщик сообщает, что прогулочная зона на территории нового ЖК сохранится. А значит, попасть на нее может каждый желающий. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле владельцы аптек, магазинов одежды и кофейн переживают, что клиентов и посетителей станет меньше. После появления в Барнауле выделенных полос для общественного транспорта, остановка на парковочных карманах на том же проспекте Ленина запрещена. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов разбирался, где в этом случае можно будет доставить машину и реально ли вернуть парковочные места. 10 мая на проспекте Ленина заработали выделенные полосы для движения общественного транспорта, чтобы люди из-за ремонта путепровода на новом рынке на автобусах передвигались быстрее. Вместе с появлением буквы А появилось и ограничение на въезд в парковочные карманы, которые в свою очередь прилегали к аптекам, магазинам и кофейням. Только у последних за пару дней посещаемость упала на 20%. Собственники создали петицию, где просят убрать знак «Остановка запрещена». Ее, к слову, подписали больше 100 человек. А еще обратились за помощью в администрацию города и комитет по дорожному хозяйству. Но ответа пока не последовало. Мы понимаем, что в долгосрочном периоде здесь все меньше и меньше будут парковаться. Соответственно, все меньше и меньше будут иметь возможность посещать заведение. Мы надеемся, что нас услышат. Ведь мы на самом деле не хотим, чтобы убрали полосу или что-то. Мы хотим решить просто проблему нашего парковочного кармана, нарисовать прерывистую линию и много его расширить. Несогласны с запрещающими знаками и владельцы магазина одежды и аптеки. Но, как нам пояснили в комитете по дорожному хозяйству, что-то менять в системе выделенных полос никто не собирается. За исключением того факта, что вдобавок к знакам в июне появятся еще и камеры. Они будут фиксировать нарушения за передвижение по выделенной полосе и остановку в парковочных карманах. Многие скажут, сделайте прерывистую линию для въезда на парковку. Но и это невозможно. Возможно, парковку бы и оставили. Но, по словам представителя мэрии, некоторые водители еще до нанесения выделенки не разграничивали, что такое полоса движения, а что такое парковочное место. У нас водители паркуются не даже до того, как знаки были установлены, не тем способом, который был регламентирован. Соответственно, у нас правая полоса движения, по сути, по проспекту Ленина, она не исполняла своего функционального назначения. У многих возник вопрос, почему вдоль всего здания ГУВД на дороге прерывистая линия. По словам Валерия Ведяшкина, здание – это социальный объект, как больницы или поликлиники. И въезд к нему необходим с разных сторон. Так что попасть к магазинам, аптекам или кофейням можно припарковавшись на обратной стороне проспекта Ленина. Там, между прочим, почти всегда аншлаг. Рассчитывать на местные дворы не получится. Местные в скором времени поставят там шлагбаум. Вся жизнь идет через центр. И если не будет места, куда машину поставить, как минимум неудобно будет. В принципе, это неудобно будет. Такое шикарное заведение. Постоянное движение. Кто-то подъезжает, кто-то отъезжает, начинает какую-то площадку организовывать. Хотя бы платную для стоянки. Многие водители не обращают внимания на знаки и паркуются. Игнорируют и сплошную полосу. Кстати, сотрудники ДПС уже вовсю нарушителей штрафуют. За выходные наказали за выделенку 28 человек. В мэрии рассказали, что если запрещающие знаки и камеры не дадут результата, то парковку могут ограничить специальными конусами. Напомним, что выделенные полосы уже нанесены на проспектах Ленина, Калинина и строителей Сетча-Люскинцев, а также на улице Аносова. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Для студентов и школьников ведут единые льготные проездные на все маршруты общественного транспорта. Дорожную ситуацию обсудили в мэрии в связи с реконструкцией путепровода. Есть здесь и вопрос справедливости. Трамвай с троллейбусом всегда же так был. Ну, студенчество поднимало не единожды этот вопрос. Но хотелось бы и на автобусе. Вячеслав Франк поручил профильным комитетам провести расчеты и определиться со стоимостью проездных для школьников и студентов. Кстати, к концу 2022 года в Барнауле могут отменить тарифные участки в пригородном направлении и установить единую стоимость проезда в общественном транспорте, которая составит 28 рублей. Сейчас в зависимости от тарифной зоны и способа оплаты люди тратят от 34 до 81 рубля за проезд. Многие пассажиры недовольны этим фактом. Точно могу сказать, что студенты и школьники как минимум с 1 сентября уже смогут воспользоваться такими тарифными решениями, льготами на автобусах. Но то, что касается уравнивания тарифов пригородной зоны, это конец года или, проще говоря, декабрь месяц. В России пока нет случаев заражения оспой обезьян. Об этом накануне заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его словам, в стране нет сложностей с выявлением болезни, подготовлены диагностические системы, а также необходимые медикаменты для лечения. Михаил Мурашко напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательной, поэтому в стране есть определенный пул иммунного населения. И в Госдуме уже высказывают предложение о возобновлении этой вакцинации. Также Мурашко отметил, что пути передачи и проявления оспы обезьян схожи с воздушно-капельными инфекциями. Тем временем оспу обезьян обнаружили почти в 20 странах, среди них Канада, США, Швеция, Германия. О летальных исходах не сообщается. Интересный факт. По данным ВОЗ, нередко оспу обезьян выявляют у гомосексуальных мужчин, что может быть связано с контактным бытовым путем заражения. Зеленая зона в поселке Южный, который благоустроили в прошлом году, вызвала опасения у экспертов ОНФ. По их мнению, на этой площадке дети могут получить увечья. Почему совершенно новый игровой комплекс уже зарекомендовал себя не с лучшей стороны, смотрите в нашем сюжете. Решает, то есть как бы древесина, очевидно, низкого качества. В детских игровых элементах это использовать на ухранении. Теоретически игра на этой конструкции может стать последней. Игровой комплекс «Пирамида» – часть зеленой зоны на Южном, которую благоустроили в прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды. На всю площадку ушло 93 миллиона рублей. И у экспертов ОНФ к ней есть вопросы. Например, все та же пирамида, по их мнению, опасна для жизни и здоровья детей. В проектной документации предусмотрен Свердловский производитель, однако по факту мы видим, что производитель барнаульский. Мы обратили внимание на то, что существует существенное отличие от оригинального производителя с тем, что установлено по факту. Например, в оригинале вертикальные несущные элементы выполнены из цельного бревна. Барнаульский вариант – из бруса. То есть конструкция, на которой играют дети, ходит ходуном. Отметим, высота конструкции – около 10 метров. Вес – более 5 тонн. Крепление должно быть ровно. Соответственно, понятно, что проставками можно временно исправить ситуацию. Какие-то элементы у нас с использованием обрезков, по-другому это не назовешь каких-то подставок. То, что было под рукой, то использовали. Из верхней части мы видим, что крепления этих балок отсутствуют. Соответственно, жесткости никакой не будет. А весь прошлогодняя трагедия на батуте, которая произошла у торгового центра в районе Докучаева, еще раз показала, что безопасность детей в игровых зонах полностью и целиком – ответственность взрослых. В зоне приземления присутствовали элементы из бетона. Мы видим, что их поправили. Однако, как в том анекдоте, забыли убрать. К малым архитектурным формам тоже есть вопросы. Где-то крепления присутствуют, где-то крепления уже вырваны. Я боюсь, что мы вырвем. Надо сказать, что местные жители все равно рады площадке. Это лучше, чем ничего. Другой вопрос – как это можно было реализовать? Но зачастую и маленькие южане сами не ценят то, что для них сделали. Тут, как и заросли были, никто не ходил, только пили. Но дело в том, что, посмотрите, ведь много все разрушили, все поисписали. Но не прошло года, что уже есть. А самое-то страшное, что бывает, что отрывают от тумбочек, от лавочек, портят просто скамейки. Не только гарантия, но и содержание объектов – тоже важный вопрос. Кто будет следить за всеми новыми площадками? Нужно или выделять дополнительные средства на содержание этих территорий, или создать специализированную структуру, которая будет осуществлять управление парками и общественными территориями. Потому что на данный момент содержание не предусмотрено в бюджете. Тема остается актуальной, ведь до 30 мая жители Алтайского края должны выбрать общественные территории для благоустройства уже в следующем году. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Долгожданный для многих сквер на Усково-Взлетный зарастает и увядает. Жители обратили внимание на этот факт в социальных сетях. При том, что два года назад из федерального, краевого и городского бюджетов на обустройство сквера потратили 17,5 миллионов рублей. Тогда поставили лавки и высадили деревья, которые, как утверждают горожане, уже засохли. Анастасия Наборщикова решила разобраться в ситуации. Озеленение и благоустройство сквера на Усково-Взлетной в Барнаульце ждали не один год. В 2020-м это место выглядело иначе. Здесь катались райдеры, которые своими руками построили скейт-парк. Сорудив фигуры из песка, мальчишки были довольны. В городе ведь сегодня такой бесплатной площадки нет. Но чуть позже мечты других горожан сбылись. Осенью здесь высадили три сотни деревьев, поставили полсотни скамеек и фонарей. За счет средств федеральной программы «Комфортная городская среда». Даже негде поиграть, надеялась на какие-то детские площадки. Конечно, хочется доработок, очень хочется. Неприятно видеть, когда весной у нас здесь ездит трактор и разгоняет эту лужу. На работу потратили 17,5 миллионов рублей. Но жители города и сегодня продолжают высказывать недовольство. Деревья не поливают вообще никогда. Половина уже засохла. Все кругом голо. Понатыкают прутиков и забудут. Власти подтверждают, 40 деревьев засохли. Но не потому, что никто не следил или не поливал. Называют несколько причин. Эрозия почвы, а еще, цитата, есть измышление, что грунт слабый. Данная территория находится на содержании муниципального бюджетного учреждения благоустройства озеленения. Мероприятие по поливу в летний период у нас там производится минимум два раза в неделю. На сегодняшний день у нас планируется демонтаж тех деревьев, которые уже невозможно отлить. Вижу, что облагораживают деревья, поливают, подвязывают постоянно. И по лоли в этом году я видела. Я каждый день гуляю с ребенком. Может быть, чего-то не хватает? Я не знаю. Дети на самокатах тут гоняют. Им бы, наверное, хотелось что-то. Ну, что-то. Площадку. Площадку, да. Мне кажется, милиции надо бы почаще сюда приходить. Просто, ну, хотя бы, человечка два дежурных, чтобы было. Ну, чтобы вот эти скамеечки не ломали. По итогу мы выяснили, что основная масса жителей новому скверу рада. Но претензии остались. И большая часть к соседям, которые могли бы проявить уважение и содержать сквер в чистоте и порядке. А от властей ждут детскую площадку и новые деревья, которые, к слову, планируют высаживать осенью. Анастасия Набурщикова, Александр Андропов. День с толком. Более 60 тысяч вылеченных пациентов. Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле сегодня 10 лет. 8,5 тысяч операций в год. 9 тысяч вылеченных больных. Такова статистика. А лечат их люди, которых вы сейчас видите на экране. Кстати, на лечение в Барнаул едут не только жители нашего края, но и Урала, а также ближнего и дальнего зарубежья. Травматология, ортопедия, нейрохирургия. Направления, которыми здесь занимаются, различны. Специалисты центра ставят на ноги даже детей с ДЦП. Уже практически полгода мы идем сегодня с опережением графика. То есть вот это, наверное, первоочередная задача – выполнить государственное задание и выполнить 8,5 тысяч операций. Я не скажу, что только такие мы уникальные. Но вот просто сказать эндопротезирование – нет. Мы сегодня занимаемся, ну, так называемый высший пилотаж. Уже завтра в крае пройдет шестой съезд травматологов-ортопедов со всего округа. Дискуссии планируются по самым разным направлениям, не только травматологии и ортопедии. И к другой теме. В Косихе в ближайшее время приступят к ремонту единственного спортивного зала. Он не обновлялся с момента ввода в эксплуатацию. А между тем в нем занимается более 400 селян. Подробнее об этом, а также в целом о социальном развитии района в сюжете Елены Макаренко. Настольный теннис – один из любимых видов спорта у юных селян. Секцию посещает несколько десятков ребят. Впрочем, косихинцы в целом увлечены спортом народ. Немало футболистов, волейболистов и фигуристов. Все они занимаются в этом зале. Здесь же организуют занятия для спортивных интеллектуалов, шахматистов и не только. Мы предоставляем время для занятий общей физической подготовкой МЧС и отделению полиции. В вечернее время у нас проходят тренировки взрослые, мужчины и женщины по волейболу. В общем, зал востребован с 8 до 9 практически всю неделю. Спортивный зал в Косихе построили больше 20 лет назад. С тех пор ремонт здесь не проводили. За помощью в обновлении социального объекта местные власти обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Мы планируем на поступившие заменить вот эти окна ветровые, входные двери, оба блока поменять и профессиональная, качественная побелка зала. Как только мы выберем зал, будет здесь гораздо светлее. Инициативы косихинцев, в том числе по развитию спорта, Александр Сергеевич неоднократно поддерживал. Так на стадионе в райцентре появилась беговая дорожка. Сегодня речь идет еще об одном объекте. Для меня ключевым критерием, как для создателя фонда, является количество людей, которые так или иначе могут воспользоваться результатами реализации того или иного проекта. Если говорить о ремонте спортзала в Косихе, то ни у меня, ни у попечителей фонда не было ни малейшего сомнения, что нужно выбирать этот объект. Потому что здесь, по сути, присутствуют люди со всей Косихи. И начиная от школьников до пенсионеров. Поэтому финансирование на ремонт этого спортзала уже выделено. И я надеюсь, что работы будут сделаны качественно и закончатся к началу нового учебного сезона. Инициативные граждане, как известно, опора села. Косихинскому району в этом смысле повезло. Здесь успешно работают сразу семь НКО. Организации, направленные на достижение социально ориентированных целей, есть не только в райцентре, но и в селах Лосиха, Налобиха, Полковникова и Контошина. Активные и сельские администрации. Выигрываем гранты разные, большие, малые. Все сельские администрации района участвуют в этом направлении. Глава района признает, что из-за массы первоочередных социальных задач, средства на спортивную инфраструктуру доходят в последнюю очередь. А между тем, она давно нуждается в обновлении. Благодаря фонду социального содействия Александра Прокопьева пройдет ремонт в одном из самых востребованных объектов. А это значит, жизнь в районе станет еще комфортнее. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, там же, в Косехе, на родине Роберта Рождественского, 25 июня состоится масштабное и современное шоу. Помимо традиционных чтений, зрителям обещают музыкально-поэтический диалог поэтов. Кто в этом диалоге второй, рассказал сегодня наш земляк Александр Балыков, режиссер шоу и солист группы «Вива». Просмотрев одно видео, где Рождественский говорит, что на него большое влияние, на его творчество, оказала Марина Цветаева. И в этом видео он говорит о том, что он считает ее не просто поэтессой, а поэтом с большой буквы. И во многом обязан именно ей. У меня возникла идея объединить их творчество. В эту симфоническую эстетику добавляем немного рока, немного современного звучания. У нас там будут, в принципе, и электронная перкуссия задействованы, и электрогитары. То есть и в концерте, и в музыке. Это не будет классическая симфоническая музыка в чистом формате. Это уже будет современный формат. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 24 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире и хорошего вам вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!